В эфире первого карагандинского новости. В студии работает Гульнор Жакен. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главном. Реализация инвестиционных проектов в Арселор Миттл Тимиртау. Студенты Карагандинского государственного технического университета стали дипломированными специалистами. Шахтер вновь со щитом в сухую обыграл армянский Ширак. 30 июня в Семертау жестоко убили 17-летнего Каната Кабжалелова. По словам родственников погибшего, подозреваемый не признает свою вину. Причины убийства пока выясняется следствием. Каната Кабжалелова с ножевыми ранениями доставили в больницу поздно ночью. Все внутренние органы юноши были повреждены. Врачи делали все, что могли, но спасти Каната не удалось. Ровно через месяц ему исполнилось бы 18 лет. Я воспитала своего сына радостного, веселого, доброго. Он всем дарил радость, позитив, шутки. У него очень много друзей, которые всегда в нем нуждались, нуждались в его помощи. Он очень ценил своих друзей, ценил родителей, ставил какие-то, ставил свои планы, планы на будущую жизнь. Я надеюсь на справедливость, правосудие. Я думаю, что не будет беспредела в правосудии, что не допустят, что этот убийца будет свободно гулять по жизни и может пострадать еще любой другой ребенок от его рук. По словам родных Каната, подозреваемого задержали лишь спустя три дня после трагедии. У него изъяли нож, с помощью которого он жестоко расправился с юношей. Подозреваемый не признает свою вину и хочет уйти от ответственности. Но близкие погибшего считают, что виновник должен понести наказание. Друзья Каната помнят его как доброго, жизнерадостного человека, который всегда мог протянуть руку помощи. Конечно, им сейчас и хватает любимого друга. Мы стараемся поддерживать его родителей, потому что это очень тяжелое горе. Это, как бы, не дай Бог каждому увидеть эту женщину, которая убита горем. Она потеряла своего единственного сына. И сейчас преступнику могут дать не то наказание, которое нужно. Я считаю, что его нужно наказать правомерно, чтобы... Потому что убить человека, я считаю, что это самый тяжелый грех. Сейчас ведется следствие по данному делу. Какое решение вынесет суд в отношении подозреваемого, еще неизвестно. Гульнур Жакен, Бахтира Успанов, Первый Карагандинский. В Шахтинске у жителей 30-го квартала проблемы коммунального порядка. Мусор во дворах не выносится, нет детских площадок, в подвале стоит вода. Из-за этого завелись крысы. Были даже случаи, когда грызуны забирались в квартиры жильцов. Для детей нет никаких условий. После дождя на площадке невозможно ходить, не то что играть. Любители выпить собираются во дворе и оставляют после себя разбитые бутылки и разный мусор. И все это убирать некому. Повышают постоянно цены за мусор. Стоит он тут 40 копеек, потом 60, потом 110. Но извините меня, ну вот это надо же вывозить. Это городские квартиры. А сколько у нас еще мужчин, которые имеют где-то дачки или что. Сколько они дерева отсюда вывозят. Если бы они не вывозили, эта мусорка была бы как пятиэтажный дом. У нас возле наших домов, я вам скажу, такое впечатление. Я не знаю, как другие квартала. На другие квартала приходишь, там какие-то красивые детские площадки. Вы посмотрите, какую детскую площадку построили для 30-го квартала. Жители не раз обращались в городской Акимат. Но ничего утешительного там не сказали. Ссылаются на то, что их микрорайон будут облагораживать на следующий год. Какие дороги у нас? Вот этот дом, я вообще не знаю, он выплывает, когда после дождей они не знают, куда выйти. Потому что все вот эти ямы залиты водой. Я живу вот в этом доме. То же самое. Невозможно выйти. Выходишь вот так вот, идешь этой дорогой, затем обходишь дом, там еще более-менее. Освещение никакого. Темень, если кто-то откуда-то поздно возвращается, есть и с работы люди, и все. Невозможно. Жители говорят, что дворник подметает только дорожки, а мусор на детской площадке никто не убирает. Вечером страшно ходить, так как двор не освещен. Нами предусматриваются такие небольшие программы в рамках благоустройства и санитарной очистки шахтинского региона. Вывозятся за счет услугодателей такие вот у нас негабаритные мусоры. Касаемо дверных проемов, диванов, старой мебели, ну и так далее. В Акимате пообещали, что после ремонта водопроводных сетей будет запланировано благоустройство дворовой территории. Детям поставят игровые площадки. Также заасфальтируют проезжую часть. Лариса Хусейнова, Эйден Жакан, Бахтия Распанов, Первый Карагандинский. Одним из главных направлений работы местных органов власти является, как известно, реализация государственной программы форсированного индустриально-инновационного развития. В настоящее время от Карагандинской области в карту индустриализации включено 80 инвестиционных проектов на сумму 500 миллиардов тенге. Два из них осуществляются на металлургическом заводе акционерного общества «Артеллор Миттл Тимиртау», где Акимобластинур Мухамбет Абдебеков побывал во время рабочей поездки в Тимиртау. Первый из них – реконструкция доменной печи номер 3 стоимостью в 173 миллиона долларов США, что позволит увеличить ее полезный объем на 16% и довести производительность до 5000 тонн чугуна в сутки с ростом на 13% к прежнему показателю. При этом производственная мощность составит 1,7 миллиона тонн в год. До 20 лет возрастет и межремонтный срок печи. Если посмотреть проект, то основные технические решения, которые заложены в проекте, направлены на улучшение условий труда, улучшение экологии, повышение производства, качественной работы всего технологического цикла, обеспечение безопасных условий труда. Преимуществами проекта являются снижение потребления промышленной воды, электроэнергии, кокса, повышение качества продукции и, что существенно, улучшение условий труда металлургов. Здесь продолжаются работы на главном объекте – кожухи печи, монтаж поясов и их сварка, поставка металлоконструкций и оборудования, планируемый срок ввода в эксплуатацию – октябрь текущего года. Сейчас завершен монтаж кожуха, выполняется стыковка старой части кожуха с новой и выполняется уже монтаж холодильников. Кроме того, мы приступили к началу путировочных работ по карбонблокам – основания, горна, печи. Завершается работа по литейному двору, монтаж металлоконструкций в объеме где-то 980 тонн. Не менее значимым является и второй реализуемый проект, в который инвестировано 130 миллионов долларов США – реконструкция системы газоочистки конвертерного цеха номер 2. Его основная цель – сокращение выбросов пыли до экологических норм Республики Казахстан, улучшение экологической обстановки в городе. Достигнуто это будет путем замены устаревших котлов и газоочисток на современное автоматизированное оборудование европейского уровня, установки системы улавливания и очистки неорганизованных выбросов с конвертера. Тем самым повысится надежность, безопасность и эффективность работы газоочистного оборудования, сократится длительность плавок за счет более интенсивной продувки кислородом. А это, в свою очередь, даст возможность увеличить количество плавок в год. Акимовласти отметил, что реализация этих проектов будет, безусловно, способствовать решению задачи, поставленной президентом страны Маусултаном Агишевичем Назарбаевым, по увеличению производства стали на кабинете до 6 миллионов тонн в год. Затем Нурмахамбет Абдебеков ознакомился с работой сортопрокатного цеха, введенного в эксплуатацию в июле 2008 года с участием главы государства. Осмотрел доминую печь номер 2 и конверторный цех номер 1, а также машину непрерывного литья заготовок номер 3. Уникальность этой машины заключается в том, что металл на ней разливает один из самых больших в мире с тальковшей весом в 280 тонн. При этом скорость разливки составляет 4,5 метра в минуту. А главное, она обеспечивает сортопрокатное производство собственными заготовками, которые прежде завозились из-за рубежа. Прервемся на небольшую рекламу, а после продолжим выпуск. Торговая марка Галвин представляет Эконом-серия профиль Галдек 53-й серии Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система профиль Галвин Профиль Галвин 60-й серии Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм Идеально подходит для любого климата и региона Система стандарт относится к классу А А значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей А теперь новинка Серия Эксклюзив Пятикамерный профиль Галвин 70-й серии Монтажная ширина 70 мм Пять камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя Значительно повышают тепло и звукоизоляцию Толщина лицевых стенок 3 мм Помимо белого цвета профиль Галвин выпускается в шести цветах Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый Но и это еще не все Имеются профили односторонней, внутренней и наружней ламинации всей цветовой линейки Все профили торговой марки Галвин и Галдек не содержат свинца И на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам Профиль Галвин Морозостойкий, надежный, прочный В здании Нур-Отан состоялось торжественное вручение диплома Выпускникам Карагандинского государственного технического университета По специальностям дизайнеры, архитекторы и строители Красивые, нарядные выпускники собрались в здании Нур-Отан У молодых специалистов уже очень много планов на будущее По улучшению облика нашего города Больше всего они хотят в Караганде Видеть новый стадион для спортсменов Большой концертный зал И дворец культуры для детей Пять дипломов было номинировано И представлено Союзом-архитектором Карагандинской областной организации Союза архитекторов Это работы Это работы архитекторов Суботиной Оли Суровцевой Юры Это работы Юна Артема Галоты И других ребят Дипломные работы, которые отмечены Союзом архитекторов Будут представлены осенью на Республиканском международном фестивале стран Евразии Который пройдет на озере Иссык-Куль Все работы очень интересные И часть из них посвящена городу Караганде Огромное спасибо В первую очередь Руководству университета За то, что предоставляли нам возможность учиться Организовывали все материальные базы, практики Смотрели за нами Далее Хотелось бы сказать спасибо Декану нашего факультета Иману Марату Юрбековичу Сегодня счастливый день Мои внучки получают диплом Я хочу пожелать молодым людям Которые получают сегодня диплом Счастливого будущего Чтобы у них была хорошая работа в будущем Счастья, здоровья желаю Всего самого хорошего Чтобы самая главная работа им нашлась Ну и чтобы удачные жизни в дальнейшем Карагандинский государственный технический университет Имеет славную историю С 1953 года он подготовил Тысячи высококвалифицированных Технических кадров для Казахстана За последние 12 лет Выпущено около 250 архитекторов Лариса Хусейнова, Нурсултан Исаев, Бахтиар Успанов, Первый Карагандинский Лето это детская вольница Лето это повышенное внимание водителей На дороге дети Административная полиция города Решила провести рейд Безопасная дорога И привлечь к работе школьников нашего города Водители Караганды были несколько обескуражены Когда грозный взмах жезла заставлял их остановиться Но вместо разборок с инспектором Школьники в форме юидовцев Раздавали им брошюры и памятки О соблюдении правил дорожного движения Ученики 101 школы Очень ответственно отнеслись к порученному делу Мимо них не удавалось проскользнуть Ни одному водителю и пешеходу Мы, молодое поколение За безопасное движение Всегда соблюдайте правила дорожного движения Помните Правила дорожного движения Правила жизни Наш отряд КЛС Наш девиз Ради жизни на земле Изучаем ПДД Возрождение движения юных инспекторов Дорожного движения Казахстана Началось в Караганде И вот уже больше 10 лет Связь между юидовцами и дорожными полицейскими Не прекращается Ребята вырастают Но им на смену приходят новые юные помощники И это движение не прекращается никогда Это конечно хорошо Для всех приятно Посмотреть, что молодежь интересуется Это их будущее И наше будущее Я рад Если с представителем полиции взрослые и вступают в полемику То с ребятами как-то неудобно Лучше не нарушать правила дорожного движения Сергей Высокосов, Бахтия Руспанов, Первый, Карагандинский Сейчас небольшая реклама Не переключайтесь Окна Артек Идеальное сочетание максимального комфорта и бережливости Безупречное немецкое качество по доступной цене Окна Артек Ваше спокойствие на долгие годы Артек Окна для жизни 4-0 Шахтер вновь обыграл армянский Ширак В рамках ответного матча первого квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА Карагандинский шахтер на своем поле принимал Ширака из города Гюмри, Армения Имея неплохой задел после победы в Армении со счетом 1-2 Шахтер не стал останавливаться на достигнутом И заколотил в ворота Ширака 4 безответных мяча Сначала мяч после удара Андрея Финонченко отскочил от вратаря И попал в защитника Ширака А после и в ворота Гюмрийцев Затем на 28-й минуте второй гол забивает Улан Конысбаев Несмотря на то, что основная борьба проходила на половине поля хозяев Оборона Горняков работала как часы После отбора мяча у соперников проходили контратаки Которые увенчались успехом За несколько секунд до перерыва третий гол в ворота Ширака И свой первый за Шахтер забивает новый нападающий Никола Покрилович В начале второго тайма Андрей Финонченко оформляет дубль И делает счет неприличным 4-0 По итогам двух встреч счет становится 6-1 в пользу Шахтера И Горняки проходят во второй отборочный раунд Лиги Европы УЕФА Это у меня сегодня В результате первой игры не понравилось Поэтому сегодня мы начали с атакующего футбола с двумя чистыми атакующими игроками. Мы с конца матча уже контролировали всю игру. В принципе, мы правильно все распланировали и на выезде, и дома, и это принесло результат. Не сложились игры у Ширака, но и нам почивать на лаврах рановато. Определился соперник арганецкого шахтера по второму квалификационному раунду Лиги Европы сезона 2014-2015. Им стал литовский «Атлантос», обыгравший по сумме двух матчей «Дифференданш» из Люксембурга. Сергей Высокосов, Кайрат Рашидов, Бахиар Роспанов, 1-й карагандинский. В субботу 12 июля в Караганде пройдут мини-ярмарки «Зеленый караван». Такие ярмарки пройдут одновременно в нескольких местах города. Горожане смогут купить мясную, молочную и плодо-овощную продукцию местных производителей. Мини-ярмарки «Зеленый караван» пройдут одновременно в нескольких местах города. Жители Майкудука смогут купить мясо, молоко, овощи и фрукты на площади перед коммунальным рынком «Гасыр». В центре города мини-ярмарку устроят на проспекте Нуркена-Абдирова возле магазина «Юбилейный». Жители Пришахтинска приглашают за покупками на площадь перед торговым домом «Орталык». На юго-востоке ярмарку организуют возле супермаркета «Гринмарт». По информации Акимата Караганды, на мини-ярмарках будут продавать мясную, молочную продукцию местных производителей, а также овощи и фрукты, перевезенные из южных регионов Казахстана. Чиновники обещают, что цены на товар будут на 15-20% ниже рыночных. На этом наш выпуск завершен. Благодарю за внимание. Приятных вам выходных. Аман Сауловенстар. Аман Сауловенстар. Аман Сауловенстар. Аман Сауловенстар.